Добрый вечер! Мы продолжаем нашу учебу в Тане Короткий путь. Мы уже по-моему третий урок 22 главе, касающейся тема клепот. Я намерен сейчас закрыть этого тема и переходить на 23 главе. У меня такой вопрос. Я не знаю, может он будет. Но я же прошу все равно. Смотрите, вот то, что мы учили про клепот, это варенье Всевышнего, Анжела, которые они внешне, нас подстрекают, нам мешают и так дальше проявляются в этом мире. Какая-то связь с ИСРР, которая внутри нас, клепот, есть? Нет, случайно, родственник, плохой родственник. Просто плохой родственник, да? Да нет, конечно, есть. Они как-то между собой взаимодействуют, как это влияет на ИСРР? Хорошие, хорошие приятели, друзья, братья. Мы дойдем к себе. К себе мы дойдем. Мы дойдем к себе в 24 главе, пока мы говорим о самой Иде. То есть, в 21 главе нам объяснили, что речь, божественная речь, не отделена от Всевышнего. Поэтому сотворение, которое Всевышнего сотворил с помощью речей, не означает, что они способны вообще чувствовать себя отдельно от Всевышнего. Они не способны. Речь внутри себя. 22 глава рассказывает нам, что есть речь, которая выглядит к теми определенными видами сотворения, что они как будто бы отдельно. Это не настоящие. Им так кажется. А что это за сотворение, которое чувствует себя отдельно, не просто отдельно, своими отдельными желаниями, своих мир, свой мир. Это клепот. Как они проявляют это, у них есть свои желания. Помимо Всевышнего. Они не спорят, что он есть. В этом они не спорят, правда, он есть. Они не спорят, что он их творец. В этом они тоже все нормально. Они просто говорят, хорошо, но мы хотим что-то другое. Хотим что-то другое. Где эти клепоты размещены? Где их место? Ответ. Их место везде, начиная с мербрия. Особенно клепот много. Это смешанная клепа, где есть там и добро, и зло. Вот она и есть везде. В мир брия, она производит чувство, что она есть. Она есть. Просто она есть, не более чем. В мир Ецера, где написано в каббале, что это половина на половину. Она есть, и у нее есть желание. Пока желание соответствует желанию Всевышнему, но у нее есть желание. В мир Асия, ну это там уже сложно. В духовном мире Асия она есть, у нее есть желание, она расходится со Всевышнему, но она это не переводит на действие. Потому что она в мир духовный, ну она не может идти против, да. А в мир Асия материальный, где мы, она есть, она хочет, и она действует через нас. Откуда она может получить такое обеспечение? То есть тут получается, что идет в разрез. В мир брия, допустим, ангелы, откуда они получают своих божественное обеспечение на существование? Очень просто. Желание Всевышнему, Всевышнему хочет, что они будут существовать. Они существуют. И то доля божественной силы, которая должен их осуществить, делает их. И также каждая крупица, которая находится в мир брия, клепот как они. Это же, ну, абсурд. Вот, это против. Вот, написано, что они получают от той части божественности, которой все равно. Которая все равно. Скажи мне, пожалуйста, меня все равно, если синагога чистая или нечистая? А мне все равно. Мне не все равно. Мне не все равно. Ну, да. Я же отвечаю за это. Мне все равно, что тут есть несколько человек, которые убирают синагога. Не все равно. Мне все равно. Мне это важно. А как носит отсюда мусор? У меня все равно или не все равно? Все равно. Какая разница? Лишь бы у вас не наказали. Лишь бы мне не мешали. Лишь бы это не коснулся к мне. Лишь бы чистый. То есть, у любого человека есть определенное место, когда он говорит, что все равно. Какая разница? Ну, разницы вообще никакая. Насколько человек выше, выше в жизни, ему все равно. У меня очень близкий друг говорил мне, что ему все равно, как его, он крупный бизнесмен, ему все равно, как его компания производит его произведение в производстве. То есть, он производил что-то. Я не хочу сказать. Часто будут знать кто это. Ну, все равно, как это производится. Лишь бы я заработаю деньги. Все равно. Какая разница? Результат есть. Все хорошо. А вы бросили атмосферу? То есть, все равно. Это ему и я. Все равно. То есть, это конечно очень грубо, но все равно. Что это значит, когда мы говорим о Всевышнем все равно? В конце концов, для самой Всевышнего было желание. Какое желание было? Что это материальный мир будет жилище для Всевышнего. Что? Есть, можно сказать, если грубо очень говоря, определенный уровень в божественности, который процесс. Какая разница? То есть, давай скажем это словам Хасидут. Мы говорили, что есть святость, которая заполняет миров. И ей не все равно. Каждая крупица, которая есть в этом планете и в духовных миров, каждого из них получает личная забота. Получит четко, сколько надо ей. Энергия четко. И она обеспечивает так, что полностью душа и тыло этого сотворения будет соответствовать идеально. Кроме того, она будет еще работать в связи с другими существами. Есть то, что называется в Хасидут ойрасовев. Это святость Всевышнему, которая окружает всех миром. Что, какой роль у нее. Что это будет. Что это будет. Он выше них. В чем, в чем вопрос выше них. То есть, детали. Ну, не важно, что это будет. Например, написано в один из мааммарим у Раберца Махцедак, что это отвечает за интеграцию. Он создает вот условия для интеграции всего мира. Как это называется по научным терминам? Симбиоза. Симбиоза. То есть, соединять всего, что все будет гармонично. Вот этот свет Всевышнему, который окружает всех миром, он создает этих условий. Там есть еще несколько. А есть свято Всевышнему, который выше этой и другой. И спрашивая у нее, у тебя есть разница, сколько, кто. Или как мудрецов говорят об этом уровне божественности, что для Всевышнему, когда говорим об этом, нет разницы. Будем резать через горло или через ногу животное. Для нее не разница. Или будешь грешить, какая ему разница. Будешь выполнять, какая разница. Для него это мелочь, вообще не интересно. Да вообще не является приоритетом. Вот отсюда получают клепот. Вот отсюда не получают. Выходит, что уровень обеспечения энергии Всевышнему, который для нас ниже, чем у клепот. Так зачем нам получить от этого святости? Давай идем в клепот. У них бесконечно. Такой уровень божественности. Все правильно. Все красиво. Поэтому получается, что у них больший, надежный, богатший, красивее, вкуснее. Так зачем нам учиться? Давай идем туда, куда есть побольше. А действительно. А действительно. Вот это мы будем читать сегодня. А? Зачем читать? Мы там все время. Говоришь, что мы знакомы с этого состояния. Да? И не очень сильно понравишься. Да? Я всегда могу сказать. Мы там, но не нравится. Сейчас поймем, почему не нравится. Мы все святые. Мы как раз святые, но в таком деле все. Да. То есть, получается, что мы знакомы с этого направления, но нам не нравится. Мне очень сильно нравится. Я для того, чтобы понимать это, я дам несколько примеров, в чем разница жизни, как говорил Лейб. В нашей эре и жизни в эре, когда все было по-другому. Или это называется во время храм, или во время изгнания. Написано в Торе, что когда мы выполняем заповеди, дожди будут ходить вовремя. Можете спросить. Мы видим, что мы не сильно всех. Иногда ходят, иногда не ходят. Что это такое? То же самое написано, что человек, который нарушал определенный вид заповеди, который на них есть смертный, небесная смертность, небесная кара, они умерли или в 50 лет, или в 60 лет. Они сегодня живут. Почему так? Потому что мы живем в мир клепот, и тут они распоряжаются правилами. Еще раз зададим вопрос. Теперь, если мы будем раскаиваться, значит умрем мы сразу. Так, может быть, лучше не идти туда? Ответ разделен на несколько частей. Первый клепот дают, пока им выгодно. Кельпот – это политики. Они политики. Ты годный – получаешь. Негодный – зачем давать? Они не понимают, зачем. То есть, когда мы говорим о божественности, которую дает тебе, она дает тебе, сколько тебе надо получить. И того, что тебе надо получить, ты получаешь. Получаешь ровно, сколько надо. Это может быть большое богатство, потому что тебе это надо. Это может быть не богатство, когда тебе это надо. Они должны давать тебе, сколько надо. И поэтому это идет в определенной мере. Клипот валит на тебя, когда ты им нужен. Когда не нужен – ничего. На свалка. Такое бывает, что ты им не нужен? Да. Это же их не задача? Да, иногда не нужен. Например, как в политика, когда нужно. Когда ты можешь давать им какой-то ход, какое-то политическое богатство, какое-то политическое преимущество. Когда уже, ну, ты все равно их. Все равно у них. Зачем им давать? У них нет причины давать. То есть ты должен постоянно создать условия, что в тебе будут нужны. Если не нуждаются в тебя, так иди. Зачем ты? Не мешай. Ты мешаешь. Теперь ты мешаешь. Ну, честно, я видел это в моем глазах. Видно. Сразу-то. Не надо. Не надо. Все, до свидания. Забыли твой телефон вообще. Звонишь, не ответишь. Зачем? Ты не нужен никому. Когда идет речь о... Это клепот. То есть это будет временно и выгодно. Временно. И сколько, сколько они получат из этого блага. Сколько они дадут? Сколько могут. Дадут и дадут. Сколько могут. Лишь бы ты будешь с ним. Как только не надо, все не надо. Ничего больше не надо. Ты не нужен. И это оправдание. Это достаточно простое правило, которое человек должен понимать. Когда он идет и говорит, давай идем к ним. Понять, что это будет временная выгода. Это как разрешить себе и жрать. Нехорошо. Долго. Сколько время тебе будет вкусно? Пока сердце не начнет барахлить. Тогда и вкус не будет. Тогда и вкус не надо никому. Уже не хочется вообще ничего чувствовать. Лишь бы, лишь бы не мешай мне. Не покушать вообще не хочется. Но тогда будет поздно. И больно. Это первая причина, которую мы должны понимать. Когда мы идем с ними, ну, такой. Второй. И это уже намного глубокие понимания. С кем ты хочешь связаться? С кем ты хочешь связаться? Со Всевышнему? Или с Клепот? Ты с кем хочешь идти? У тебя будет богатство. У тебя будет все, что ты хочешь. Но это будет от них. Ты хочешь от них? Или ты хочешь Всевышнему? Что ты хочешь? То есть, первый уровень говорит. Мы понимаем, что ты хочешь, Клепот. Мы понимаем, что ты хочешь богатства. Что ты хочешь вкусно. Что ты хочешь спать сколько хочешь. Ты хочешь делать что хочешь. Мы это понимаем. Поэтому мы говорим тебе, это будет временно. Осторожно. Ты даст им жизни. А потом будешь на свалку идти. Это так и есть. Второй вопрос, уже более продвинутый человек. Говорим ему, пойми, даже если у тебя будет все, это будет не от Всевышнему. Тебе это хочется? То есть, от Всевышнему это то, что называется из Ораме Мале, той святость, который заполняет всех миров. Он даст тебе сколько тебе положено. Да, сколько положено, не знаю, сколько положено. По твоей заслуге, по твоей распределению, которые дают тебя. Но это будет от Всевышнему. Это будет как надо. Или ты хочешь получить как получается и сколько получается. Решай. От кого ты хочешь получить? Объясню. Если человек, у него становится выбор, он должен быть предателем, но очень богатым. Или быть честным собой и быть обычным. Есть, конечно, группа людей, которые есть таких. Которые будут предатели и получат за этого большое вознаграждение. Будут большие, но предатели. Есть таких, которые скажут, ты знаешь, нет. Нет, нет, нет. Я так с собой не живу. Я, ну, я не могу вставать вот так. Я, ну, не могу. Та же самая, это вопрос, это и есть идолопоклонничество. Что такое идолопоклонничество? Мы же не отрицаем, что есть Богом. Но благо мы получим от солнца. Давай попросим у нее. Давай попросим у нее. Ну, что-то получим. По их воображению, да? Что-то получим. Давай попросим. То есть, идолопоклонничество, это по натуре какая? Ты хочешь выгода или жить как правильно? Какой ты? Ты хочешь жить со Всевышнему или с Клипот? Выбирай. Помните? Мы читаем это раз в году, и это описано очень красиво, реально одна из очень красивых историй в пророчестве, в отдел пророчества в Библии. Про Ильяу. Когда Ильяу находится напротив 600 священники идолопоклонничества в горе Кармель, возле Хайфа. И он открывает, он начинает речь носить перед народом. Сколько вы будете прыгнуть между двумя сторонами? Выбирайте уже. Идолопоклонничество ваше или Бог вашей. Ну, выбирайте уже, что хотите, да? Ну, уже решайте уже, в конце концов. То есть, это вопрос какой? Кто ты? Ты кто? Я еврей или я как хочу? Вопрос. И вот это вот, что мы будем читать сегодня. Мы находимся в странице 130 на русском языке, да. Или это уже 131-го. Я начинаю читать. И поэтому мы называем элокимы. И поэтому клепки не называются другим вагам. Непнее, что они никосы и хайусы, они не мебхина споним. Потому что получать их жизнь, их хайют, их жизнь, она не из, ора мемалее, из внутренней, вот, обеспечения, которая идет, идет полушда. Элла, мебхина сахурайм, они палуччает, от заде. Как заде? Кди не важна. Ца спинни. Ца спинни. Ца спинни. Ца спинни. Ца спинни. И вот, Это первое, что мы объяснили. Это как сзади, бросать сзади, откуда мы говорили, от той уровень в божестве нас, где не важно, где все равно. Поэтому он не хочет много, и человек должен понимать, что он получит сколько, сколько пока вига днаим. Дальше. ВЫХИНЕ РОЦЕННО ОЛЬЯН ШТО ТАКОЙ ЖЕЛАНЬЯ ФСЕВИЩНЕМУ МЕПХИНЕ СПОНИМ ХУ МОКЕР АХАЙМ ОН ИЕСТ ЖИЗНЕ ХАМЕХАЙС КОЛО ОЙЛОМЕС КАТОРА АЖИВЛАЙТ ПСИХ МИРОВ ЛЕФИШЕ НАШОЙ РЕКЛАЛ АЛАСИТ РЕАХА ПАСКОЛЬКА ШТО ОН ВАПШЕ НЕНАХОДИЦА ВО ДРУГИХ ДРУГОЙ СТОРАННУ ТОЙС КЛИПОТ ВЫГАМ ПХИНЕ САХАЙМ ШЕЛХОЦЕННО ОЛЬЯН ЭНАИМ МЕЛУ БАШБАТЫХО И ДАЖА ЗАДЕ ТОЙС НЕРУЖНЕЙ ЧАСТ ЭТАВА СВЯТАСТ НИКАСАЯЦА К КЛИПОТ ЭЛЛА МАКИФ ОЛЛЕХО МИЛАМАЙЛО ОН ТОЛКА НАПАВВИЕРХ НАСНОЙ ЛАККА ХИММОКЕ МАМИТО ВАТУМО И ПАЭТАМО ОНАСМИРТ И ГРИАЗ ТОМАА АШЕМ ИСМЕМЕРЕНО КИ МААТ МИЗАЕР ООИР ВАХАЮ ШЕЙНЕКСО МЕКАБЛЕС ЛАТАИХО БЕХИНАЗАКО ОМДИКДУШО ШЕЛЕМАЙЛО И МЕЛАСС ГОЛЛОС МАМАШ БЕСАИХО ДАЖАТ ЧЦЦЦЦЦЦ ЗבИАТ ЗבИАТ АСКАТОР ЭНАПРАПИТО ВАЙДА ОН АХОДИЦА ВИЗГНАНАНИЯ ВНОТРИТИО ВНОТРИИО ВСОИД ГОЛОС АШКИНО АНАЛ Лכן נקרא בשם מליקים אחרים מפעיית המומין הזוויים איך דרוגים בגמי דרוגים בגמי שיבה את זוהרי מאמש לקפירו באחדוסי של הקדוש של מנך מלחם נוח הקדוש ברוך הוא כתורי התריצה את עדין סבב סבישנמו כי מאחר שעיר וחי יסדקדושו ומכינס גולוס בסייכו אינו בתי לכלל לגבי קדוש של הקדוש ברוך הוא ועד הרב ומקביב עצמו כנסר אני ניתול כשתוניה פציננה בסבישנמו בולי טובו אני פדימה את סבי ככר יום סקזאת אני ואפסי אוי דיה איבול שיינית כמה אמר כגבריל פרהון יאויר לי ואני אסיסי ניל מוי אייה סבי סתבריר ולכן אמרו עזל שגוסוס הרוח אך שקולו כאבי דזור שלה וכתורי נדותי נדותי אי זזתוק און סרב נבעצה כידיל הפקלונית שסתפה כי עיקר בשרש הבדזור הוא מה שנחשב לדובר בפני עצמי שטו סאמיה אסנובה כתוריה שיטה עצב קליפות אני שיטה את סביי עדילניה מקדושוס של מוקן את בסבישנמו ולא כפירו באווה לגמרי אני אתריצה את שטו יש בסבישנמו אני שיטה שטו עדילניה כדי זה בגמרי ככנפיס הנפטלמוג'ה ככליפות וירזעיוצה דקור אולי אני נזבה את סבישנמו אלויקו דליקאיו בוג בגמי קליפות נזבה את סבישנמו בוג בגמי בוג בגוב יש בוג און בלשוי בלשוי יש מלנקי בגמי אני מלנקי אלא שגם הם מחשיבים עצמם לישר דוב בפני עצמי אני שיטה את סביש שאני тоже בוג אני тоже בוג אוניך יש מלנקי ובזה מפרידים מסעצמו מקדושו של מוקים ברוכו ואת סבישנמו מכל שאין בטילים לא יסבורך поскольку שאני לא פציניה אצם ולכן נקרואים תורי דפרודו ופאטאמו אני נזבה את סבישנמו רזילני גראמי גרי из-за того שאתה חוות שאתה חוות ופאטאמי ופאטאמי וערי זו בזר הקודש וערי זו כפירו באחדוס יעמית אני אתרצא את עתידינסטו סבישנמו בכולה כמה כלאי חושב ככ ויראזארי צעסם היה בזה עתידינסטו סבישנמו שתופסו פירי דניבו כבוד בניסו שסבו ובוטל באמס יון ריאלנה ניציבו באמס לא יסבורך ולרצה נעמחי 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 fim SEB תו תפיר תונעמל ו Tripo דicles Türkiye na כraid Он עמ מס נעמכי הוא דatoon כ pur thats φורצ pavement PN всего лишь речь. Речь, которая внутри Всевышнему Творцу вообще не имеет никакого значения. Он значение имеет речей, которые выговариваются. Но для Всевышнему это вообще ничего. И у нас есть сотворение, сотворенный. Да? Первый сорт сотворенный, который себя чувствует, ну, не в их винах. Совершенно сотворили их такими. Но они полностью, полностью внутри ощущения, внутренних ощущений, что они всего лишь служат Всевышнему. Ангели и других существа духовных. Духовные, божественные. А есть еще хуже тех тварей, которые называются клепот, которые они говорят, ну, да, есть Бог. Но мы тоже Богами. Мы тоже Боги. Мы тоже решаем что-то. И они в этом отрицают его единство. Его единство это означает, что все, что я сотворил, это всего лишь речей, которые объединяются со мной. Они только внутри меня. они принимают это всерьез, что реально мы отделены от Всевышнего. И мы имеем тоже свой вес. Мы тоже что-то решаем. так, что теперь делятся. Мы находимся в этом мире. Мы простые люди. Да, мы евреи. У нас есть божественная душа. У нас есть животная душа. У нас есть окружающий мир. Что от нас хотят теперь? Как мы можем жить вне клепот? Что нам делать такого, который будет нас соединить с Творцом? Что нам делать теперь? Хорошо. Мы встали утром. Мы говорим мы хотим быть одним Всевышним. Ушма Исроэль. Одиной леэйну. Одиной ехот. Я веру. Я чувствую. Он один. Теперь что делать? Что теперь делать? Хорошо. Что теперь? То есть я встаю, говорил Шмай Исроэль после обывания руки, чистил зубы. Опа. Чистил зубы. Мне хорошо и приятно. Это божественность? Нет. Это клепот. Я потом шел, одевал штани вместо пижамка, цицит положил, одел рубашку. Это все это что? Клепот. Хожу в себе в кухне, нагреваю себе кашу, клипа, кушаю, клипа, а потом я говорю Шмай Исроэль. Ну, теперь как? Ну, как теперь? Это, ну, получается, что я живу в каком-то диссонанс, который как меня с этого исправит? Что теперь меня делать? С этого что меня делать? теперь наша 23 глава говорит, ну вот, вы все правильно поняли, вам ничего делать с исключением выполнять заповеди и учить выполнять заповеди, потому что каждая заповедь, которую вы выполняете, вы делите двумя проявлениями. Первый, вы становитесь связаны с Богом, во-вторых, вы привязываете Богом в этот мир. в эту секунду вы воруете, вы вынимаете от клепот крупица и переводите его, этого крупица к всевышнему. И вот ваша миссия каждое утром вставать и переводить часть собой к всевышнему и какой-то крупица из этого материального мира к всевышнему. А почему это возможно делать через заповеди? Потому что всевышнему через этих заповедей передал эта сила. То есть всевышнему мы находимся внутри всевышнему, всевышнему один, но всевышнему все-таки сотворил как? Что мы почувствуем себя отдельно, что мы почувствуем себя не в него. и он хотел, что в этих условиях мы это поймем и скажем не-не-не-нет. И это его, и это его, и это его. оттого что я вижу это клепот делает. А это его, а это и я его. И вот это делается через чего, как я могу этого удержать и поднять это ко всевышнему, и поднять заповеди. Например, когда я беру и снимаю шкуру у корова и пищу на нее, на этого паргамент святок Тору, что происходит, этого паргамент становится божественной вещь, святой вещь. Это не что, почему, в него, он, в него есть божественность. Когда я беру цицит от шерсть, да, и благословляю, там нет в ней божественность, но создаю в помощь ее условия для его проявления. Это называется ташмишей к душа, воспользованный святой, да, то же самое, когда я в моем, в моем силу понимания, в разум, понимаю единство, я соединяю моем понимании и мои чувства с ним, почему с ним он это хотел. То есть он прорвал, можно сказать, вот этого атмосферной обложка, вот, отсюда и дальше вы чувствуете по себе. Прорвали его, слушай, желания, которые каждый раз, когда мы это делаем, мы воссоединяем это свише. если бы он не просил, не могли. То есть тот, который читает, вот, я душа евреи, я в душе, такой хороший еврей, замечательно, и, и, это как человек, который скажет, я так люблю покушать, ну и, но я не могу покушать, зубами нет, ну и, любишь, ну и что? Сдохнешь? Ну, очень любишь, но сдохнешь. То есть, ты очень хороший еврей, но если ты не воссоединяешь себя с Творцом, так как это поможет нам в жизни? Никак не поможет, даже не чуть-чуть, никак, не чуть-чуть даже не поможет. Вот это того, что мы будем читать сейчас. Пенек Хофгиммер, 23 главе, «Воим кул'анал, ювон, вьевуор, хитев, бет-эйсэфэс, бью, типир, ми панима, ми буним паняц, харашо, и, ищог лубже, ма шоумру ба зояр, как написана, вкниги зояр, дой райсе, векутшобриху, куле ухад, в севишнему, и воттору, идины, уветтикуни, тикунем, это другой отдел внутри зояр, пишу, де рамах, пикудин, 248 заповеди, активные заповеди, то есть на выполнение, на исполнение, и нун, рамах, эворин де малко, они называются 248 органы, в севишнему, органы, почему они называются органы, они могли называться просто желания, в севишнему, почему органы, в севишнему, дальше, что такое заповедь? Что такое заповедь? Заповедь, когда в севишнему говорит нам, когда приближается, вот в пятницу, субботу, вам нужно уже готовиться к субботу, готовить вся еда, когда солнце уходит, появляется время, ночное время, начинается субботу, и как это означает? Это означает, что с тех пор и до завтрашнего ночи нельзя зажигать огнем. Что это такое? Что это такое? Или давай возьмем положительность. Если ты мужчина, еврейский мужчина, и сегодня будный день, то есть не субботу и не праздник, ты должен и ты и одевать тфилин. Что такое тфилин? Тфилин это кожаная коробка, сделана в форму кубик, в него будете вложить несколько глядей в туры, которые будут написаны на паргамент, на руку это будет в одно такое пространство внутри, будете вложить как одной паргаментной такая, как свиток, а в голову будет четыре такие отверстия, которые каждый из них будете вложить в другую главу, сложенную по-другому, и это будет считая с определенной натуральной нити, которую мы берем от корова или от люка, и вот когда ты одеваешь тфилин, ты выполняешь желание Всевышнему, что это такое? Что это за желание? Это желание называется проявлением самой Всевышнему, почему самой Всевышнему? Как я проявляюсь? Как я проявляюсь? Когда я вожу машину, я проявляюсь? Я проявляюсь при вождении машины? Это мое умение, это не я. Каждый из удостоверений на вождение может водить машину, и что? Это не наша идентичность. Когда мы кушаем, мы выражаемся, ну, как бы, кушаем, иногда да, но в общем, когда кушаем, мы выражаем себе? Нет. Когда мы выражаем себе? Когда мы что-то из глубины себе, что-то выговариваем наружу, двигаемся или действуем реально по нашим характерам. Когда Всевышнему говорит, что вам нужно одевать филин, что это значит? Он говорил, что через этого вы будете что делать? Привязать себе в это материальное мир. Это означает, что он выражает себе в этом. Поэтому называется органы Всевышнему. Это как рука. он вынимал руку и говорит, вот это я забил. То есть когда Всевышнему говорит человек дай цдоку, и человек просто вынимает из кармана 10 купек и кладет в коробку цдоку, что он тогда делает? Он действует и выражает в этом мир желание самой Творца. То есть он соединял с этого акта желание Всевышнему с это времени с этого монетой и с этого коробка. Вот он менял мир. Это желание Всевышнему. Так он выражается. То есть они глубины его желания. Истинно его желание. Он любит в любви с и и и и и и и соединен во всех мирах оживлять их. Поскольку и поэтому и поскольку что благодаря этого существует мир. Мы это учили в прошлой главе втор. выбрежит что Всевышнему ставил условия миру. Что ты будешь пока существовать ради того что спустя 2000 лет евреев решать принимать принимать Тору. Если нет как будто бы не существовало. Не надо тебе. Мы также говорим знаем что Медраж говорит что когда море красное красное море вернулся обратно из его открытой перед народ Израэль при выходе из Египта так выражается Тору что море вернулся к его мощ и сил вернулся к силу. Он был а как это вернулся объясняется Медраж что пока он не открылся перед народом его существование было сомнительное. Он выполнил своих условий к жизни существования теперь он должен существовать. Теперь есть смысл в его существовании. То есть когда я выполняю заповедь я как будто оправдываю существование этого материального крупица. Когда я пользуюсь что нибудь в благо заповеди он становится существующим. До того существует де факто недоюра. Не решили если это надо. Теперь надо. Взяли бумаги печатывали на них Таню открыли уже есть причина существования. Если нет нет причины существования. Сравнение к этому и тут мы остановим. Сравнение к этому мы говорим иногда есть такое очень жесткое выражение ненужное ненужное Жесткое очень. Ненужное человек. Человек который прожил своих жизней напрасно. Ненужное человек. Может быть сам себе им был нужен. Может быть жил был нашим. А в мире ненужное человек. Он ничего существования никому не отдал. Ненужное человек. Когда Всевышний ему говоришь что ты нужен как человек. Когда ты действуешь. Ты действуешь ты нужен. если ты хочешь быть нужен тебе нужно оправдывать себе. Взять еду и не кушать на наслаждение. Может наслаждаться походу. А взять и кушать потому что это надо для того что функционировать в учении и в молитве и в работе к детей и к воспитанию. То есть клепот мы говорили что это политики. Образ клепот это политика. Что главное что не главное. Когда ты покупаешь еда. Что ты рассматриваешь в этом покупке еда. Ты рассматриваешь это как функция бедсит и здоров. Или ты смотришь вкус и приятность. Это игробой. Дай Бог. Дай Бог. Часто вообще не так. Часто просто потому что вкусно. Кто покушал мороженое потому что это здоровье. Или шоколад. Он просто купил шоколад. Самый простой. А? просто потому что а когда ты покупаешь мясо ну вкус хорошо да я возьму что-то вкуснее может быть но главное надо покушать. Когда покупаешь гречка ты думаешь вот такой вкус будет сейчас. Гречка ну что 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 будет гречка будет. Кстати заметьте вкуснее дороже функциональное дешевле. Что вам надо покушать для того что наслаждаться плати много. Для того что покушать купи все. Хорошего вечера.